А это с 2005 года, то есть если по времени это сложить, то оно может быть и не меньше твоего получится. Я понял. Хочу сказать, что просто у меня нет такой фобии, что если я вдруг останусь без Игнатия Тихона еще, то все у меня прям пойдет кувырком в жизни. И опять там, то есть у меня этого нет. Многие люди... То есть ты уверенно как бы себя чувствуешь? И у тебя есть самоконтроль. Ну, однако, видишь, на практике-то по факту-то получается, что ты уехал от Игнатия Тихона, и у тебя что-то пошло-то жизнь как-то не то что кувырком, но в Потеряевке рассорился со всеми, говорят, что и там, где ты жил, тоже там жалобы как-то неприятные. Я даже уехал даже и не будем называть имена, даже не знали, что ты уехал, как-то же. У меня тоже тут один жил, уехал, я даже не знал, он даже как-то умудрился ключ внутри оставить, а двери снаружи закрыть. Вот этот замок, я задумал, вот это да. Ну, как он смог это сделать? А веревочку привязал там и потянул за веревочку, и замок закрылся. Домушник, думаю, если он умеет закрывать, то он и открывать, наверное, умеет. Ну, вот помогал тут оцифровывать очень много на сайте, это вот и его работа. Мы вот в этом доме у меня с катушечных магнитофонов занимались оцифровкой. И как только эта работа прошла, все, он ушел по-английски. Ну, тут мама моя, конечно, роль сыграла. Ей не нравилось, что грязно было в квартире. А мы были на таких условиях, что, говорю, живешь, ни за что не платишь, следи только за то, что мне времени тоже жалко тратить на женскую работу по уборке, по готовке. Я как-то тут тоже с тобой в этом плане солидарен, если бы была жена-помощница, ну, ты мужскую работу делаешь, там, дрова колешь, а тут когда тебе приходится и то. Но, однако, это тоже, Люба Минаева одна живет без мужчины. И если в любви со всеми жить, то и помогут, и ей, вот, пример-то, и дров наколит, и мужскую работу ей сделать. Она кому-то женскую. И там я ролики смотрел, говорит, Никит, ну, надо коров пасти, конечно, женщина пожилая, ей там же бегать за коровами надо. Ну, то есть сначала вроде раз, раз, а потом. А они тебе взамен-то, а я тебе градки посажу. То есть уже вот это вот, как Господь так дивно устроил, что есть мужская работа, женская. Ну, на самом деле, легкая физически и тяжелая физическая есть. Я понимаю тебя. Я когда делаю работу, и у меня мысли, да, эту работу любая бабка может сделать. Почему я должен на нее время тратить? Меня вот это тяготит. И тебя, видимо, тоже. Поэтому ты и решил, что... Да, это и правильно, потому что было одно время, что в потерявке, ну, не приживались, не жена-то. Не знаю почему. Ну, пример, вот Люба Минаева, которая вчера позвонила, как-то, говорит, деньги тебе задолжала, просила меня тебе с тобой рассчитаться. Она потом со мной. Примеры-то эти есть. И Серафима говорила, она однажды женщины. Почему? А вот мужчины... Она не однажды живет совсем, она не однажды. Так, а если она города не видела, конечно... Она живет же с сыном. Образ жизни деревенский. Ну, если она города не видела. Образ жизни так и ведет. А ты, Василий, в деревне жил когда-нибудь? Ты бы смог бы в деревне прожить? Ну, сейчас же ты, получается, как... Так, а мне пенсия, я что, я на огород не рассчитываю. Мне как полегче, у меня силы убывают. Затем, ну, это мне похота. Затем, ну, опять заморозит. Василий по своему праву, потому что батюшка, например, он тоже огородами не занимается нисколько. Ну, а у матушки тоже пенсии, кстати, больше, чем у твоего. Однако у нее сколько огородов, сколько она людей обеспечивает. Матушка. И она здоровьем-то не блещет. Пока, если она города не видела, образ жизни деревенский, она и любит это делать. Она там на городе дома приходит, она делает это и любит. Ну, и устает. Однако, она могла бы рассуждать, как Василий, да зачем мне это надо, у меня пенсия есть. Я буду, зачем мне это выращивать. Ну, если любовь к этому делу есть. Ну, а мне любви нету к этому. Ну, а к чему у тебя, Василий? К огородному делу. К чему у тебя любовь? Смотрел, там ты мордушки наделал. Ну, вот любовь к рыбалке. Вот, к рыбалке. Вот. А ходил в этом году на рыбалку? Нет. А чё? А чё на неё ходить? У меня пенсия есть. А куда там ходить? Там какая-то речка течёт. Да, погоды нету. Куда? Ну, пока, да. Погоды нету. Надо ехать куда-то. А там есть какое-то озеро, кажется. Озёра на ок можно даже идти. То есть... Ну, я реку не люблю, на озёра. Любитель на озёра. Ладно. Когда есть возможность жить на дармовщинку, ну, я так понимаю, что неплохо бы этим воспользоваться. Но совесть-то всё равно понимает. А какое место писания-то против этого, житья на дармовщинку? Кто не работает, тот и не ешь. То есть, там они... Оно именно вот призыв к совести. Кто не работает, тот и не ешь. Это не закон. Кто не работает, тот не ест. Многие у нас не работают, а едят. В тюрьмах люди сидят. Они там бывают, что такие отказники не работают, а их кормят всё равно. Вот и совесть их нисколько не гложет за это. Поэтому тут есть такая поговорка. Рыба ищена, где глубже, а где полегче. Я тоже потеряю, приехал из города первый раз, когда мне тяжело было эту работу в деревенскую делать. И я прекрасно себе отдаю отчёт, что я сам, как бы мне дали бы дом, и это я бы не смог. А я городской, я не приучен. Это надо... И с детства это... Вот. Ну, любое, любое. Одному. Вот, одному. А есть такая поговорка, колхоз дело добровольное. Но тогда насильно в колхозы сгоняли, то понимали, что это коллективное хозяйство, оно выгоднее. Ну, то ли ты печку, каждый дрова тебе надо... Либо ты на этих же дровах на 10 человек, ты сколько уж сэкономишь? 9 десятых, правильно, Никита? Вот, чисто вот оно... Так оно задумывалось, как бы, как оно вышло из этого из колхоза? Ну, потому что без Бога. Почему Потеряевка-то... Ну, там... Нету коллективных хозяйств. То есть, каждый фермер, Барабаш отдельно, Глушков отдельно, Янчук отдельно. Но, однако, пастух один пасёт всех коров. Каж бы... Это же не выгодно, то есть, Барабаш бы своих, а их бы пас бы, например, Янчук своих, Устинов своих, невыгодно. Поэтому один пастух, и это и понятно, что это выгоднее. Какая тебе разница, 10 коров пасти, или 30? А зарплата в 3 раза больше, что за 10 же. Ну, как бы, одинаково. Вот, начали 2 года назад, то есть, ты хотел что-то больше, то есть, ты жил всегда тихонечем, и 2 года назад, что тебя удержало-то от расставания? То есть, а, про ролики тебя тяготило, что кому это надо? Ну, тут же отвечаешь, что да, это надо. Да нет, я не так сказал. Сказал, что, ну, вот эти вот, постоянно эти разборки, вот эти все, вот эти вот... разбор поведения. Разбор полетов, да, Ну, это же, как вот мы сейчас читали, учителями... да, что учителя, и все это очень хорошо, и учителя учат, назидают, но... Ты же многому научился, полезно. Многому научился, да, я согласен, я поблагодарю за это. Теперь надо, вот, самому, вставать на кафедру. Вот, возьми ученики, Василия. Пойдешь, Василий, ученики? Куда он пойдет, у него пенсия есть, он сам, у него пенсия есть, когда я учить его буду, у него работать надо, чтобы есть. Да, у него пенсия есть, он тебя прокормит, трудящийся, достоин пропитания. Ты учи его, духовному, а он тебе будет материальный. Самому бы не умереть. Если послушал, он в духовном, то чего-нибудь удивительно, послушал, в телесном. Да. Я буду Василия Николаевича духовным, а он мне будет телесным, да, кормить. Да. Василий Николаевич умрет, то скоро сравнительно там. Я не знаю, может еще лет 20 прожить, как вы думаете, Николаевич, сколько вам еще лет прожить, так Господь уготовил? Да кого Богу, он знает. Лет человеческих, 70 лет написано, при большей крепости, 80 лет. Потом что делать, я же не могу завоспеться, получается. Как в этом, да, рассказе, что, Вовочка, почему не был в школе, говорит, в среду, она говорит, бабушка умерла, говорит, как это умерла, я еще раз проходила, она в окне стояла, это кто ее отец поставил, говорит, чтобы пенсию принесли. Так что вы, я же не буду вас, как шучело использовать, чтобы мне пенсию носили вашу. А христиане, не могу так делать. Мрете, я без пенсии останусь. Пенсия-то тоже 8 тысяч, чтобы там не разбавиться. Мне вчера сестра одна тоже, я говорю, прошу помолиться, у меня, говорю, на работе неприятности, говорю, забор сломали, говорю, так удобно было на площадку прийти, люди приходят и благодарят, что я в курсе трассировки собак. Она встает, говорит, Сергей Павлович, а может быть, это знак свыше, да бросить тебе этих всех собак, и заняться благовестием. Сергей, да работай, я говорю, сестра, ну давайте, говорю, все, говорю, у вас какая пенсия? Давайте, говорю, все общие, говорю, выйдем, бросим все работу, выйдем на благовестие, дело-то доброе, хорошее, а вы нас, я говорю, кормить будете. Есть Марфа, есть Мария, да, но Господь сказал, ты избрала благую часть, оно только нужно. И Господь-то обещает, что ищите прежде Царство Божие, все это приложится вам, Он дает обещание, что будет у вас и жилье, будет у вас и пропитание, и все, но это не значит, что нужно сложить ручки, дрова мне теперь не нужны, и все. Господь обещал птицам небесным, что все это у них будет, но птицы же летают и ищут, они же не сидят, пока он в гнезде, он, да, сидит рот открыв, мать принесет, а потом-то он выпадает из гнезда, и сам себе зарабатывает, и ты выпал из гнезда, Игнать Тихонич, и, а ты когда у него жил, первые два года, ты не работал у тебя, ты курьером как-то там что-то? Наработал, первый год мы-то занимались, этой дачей, какой-то дачей, гаражом, там у Игоря мы строили, это полностью первое, вот это весно, которое, это как, первый год у меня был какой, у меня было практически, там один месяц я жил в Барнауле, может больше, пока документы там, то есть ты сколько дней в Барнауле жил, всегда у тебя подработка какая-никакая, денежащая, такого опыта у меня не было, наверное, ну пенсии-то нет, это Василию можно на 8 тысяч шоковать, не работать, мне просто повезло, что у меня там есть некоторые опыт, способности, что Володя Паченко, где он работает, он в храме топит и все, получат какие-то деньги за это тоже, храм топит, ну ходил искать и дрова колоть, а так как везде газ провели, и теперь он ходит, и там дрова едва ли кто сейчас пользуется этими дровами, он этот свой навык, вымоленный у Бога, теперь сам шутил, может что-то другой попросил бы, а теперь этот талант, ну только потеряю, в какие-то порог нахать, ну если он это дело любит, то пожалуйста. Ну я вот, Василик, тебе вчера приехал, дрова лежат, а что ты их не расколол, а ты мне говоришь, а я здесь жить не буду, потому что домик-то не утеплен, какие у тебя на следующую зиму мысли, где жилье искать, ты уже приспрашивался, под горой утеплять, ну у него там второй домик, ну напротив, прям под горой, где живу, прям напротив, а почему ты, а почему ты не этот решил утеплять, а тот? да как где родился, туда и тянет, я родился под горой, или нам проще утеплить его, туда и тянет, или он меньше размерами, если там, конечно, он где-то прям под горой, там упёртый в гору, там может утеплить, там дешевле будет, удобнее, зимой там жить, может это действительно нормально, ну а потом, когда я говорю, что дрова не расколол, то ты мне что сказал, ну там всё, электричество, и вода, и дрова, а то есть там, ну только утеплить надо, и всё, всё есть, и печка там тоже есть, только тепло загнать надо, нет, нету ничего, печки там нету, ну надо какую-то электропечку покупать, ну электропечку можно, так а электричеством отапливаться, дровяную как это, как в церкви стоит, в потерянке, такую печку, железную, понятно, буржуйку, ну а какая буржуйка, там современная такая, специальная печка, она как-то, она дорогая, видать, ещё, а зачем тебе дорогую, если у тебя пенсия маленькая, да в том домике, то у тебя уже печка есть, зачем тебе в домик переезжать, где печки нету, и тут у тебя всё равно, как-то утеплён, его дал утеплять, и всё, так а у меня там ничего нет, ни электричества, ни воды нет, а там под горой зимой электричество, да, электричество постоянно, понятно, из-за электричества, да, вода, вода тоже, колода, да, дрова тоже грязная, понятно, да, тогда из-за электричества, из-за воды, тогда надо туда переезжать, ну дрова-то всё равно, они тебе, чё ты их не расколол, ты до сих пор, но если я там буду жить надо перевозить колотый можно перевозить в доме там стенка то выложена дровами я видел да прям стенка целая в комнате там на улице у него куча дров лежит ну так я собирался зимовать а сейчас он зимовать не собирается понимаешь он вообще жить не собирается или где-то там где дрова не нужны кому-то притулиться я считаю это его выбор если он так считает что ему выгоднее так теплее бы почему бы нет если посмотреть на просто Николай Василий Николаевич скорость его работы и усердие как он там утеплиться там будет для 10 утеплять этот дом ему проще туда переехать и там зимовать в самом деле там греться нет этот дом то он деньги дал брату ну там помог утеплил ну как то там утеплил а тепло не загнал ну ты скажи там ини прям пробивается там я смотрю там снег короче в доме да Володя говорил что если там топить нормально он же ленится просто топить если там топить нормально да когда я у тебя был было натоплено там было 16 тепла понимаешь если ты сидишь не топишь то и конечно ничего там то было и под 40 дырок как в бане где под потолком ну а внизу то 16 морозов знаешь ну а тебе зачем внизу то быть там ни дырок ничего там нормальный а продукты картошка с огорода все замерзает просто нужно быть сегодня признать что просто поспешили вы наверное покупка с этого дома да если всем этим делом и теперь его как бы не уделом зимой там не жить в этом доме чтобы купили этот дом хоть продавай его теперь правильно хоть другое какое-то место еще для жилья потому что в том доме жить там зачем вам на рыбалку только ходить зимой там невозможно жить так просто потратили деньги без толку ну во всяком случае лето лето то у нас тоже блин ну это даже дойти до остановки что приехать помолиться храм то нужно идти через через деревню а он уже 75 лет друг ноги вообще там едва ходить будут но с этим говоришь домом ты который вот что-то там забор горю сделал да да направился распахать вот из этих дождей что там дожди были ну хорошо что я не распахал пришли в деньги сейчас отдал бы запаха ту эту просто потратил бы до сих пор там в деревне не приехал тракторист даже не смене ничего не вспахал мне там цилик не врезанный как раз там не очень участок половина была разработаны но опять же что мы там засадили морковь лук потому что но это не требует каких-то усилий так как сделал грядку туда засадил засыпал а чтоб еще под картошку там еще мне не распахано там участок там такой же рядом да там много земли на самом деле там так сколько картошки может там нет на посадку даже я не помню я вот ел у меня картошки было даже покупал кажется один раз себе просто нет есть ничего там можно если там поселиться там пару человек которые будут чисто там ну опять же кто будет жить то на картошке на морковке это можно там если ты пенсионер какой-то уже там или где-то какой то у тебя есть доход то ты можешь себе чисто для своих продуктов себе то есть как прокармливаться а так сверх этого ты себе не на машину там ничего не заработаешь никак ты будешь там просто ну постоянно там просить там подвези то вывези меня туда и ты будешь платить 400 рублей до Барнолла в одну сторону или 400 рублей тебе туда обратно мамонтова сезти тебе надо будут деньги платить то есть там нужно чтобы закрепиться нужно иметь какие-то такие корни минимальные чтобы тебе там кто-то помогал с родственников или как-то чтобы там развить развиться в своей жизни если конечно если такой наступит момент что прям придет антихрист резко короче и начнется тут беспредел такой в городе то конечно там уже будешь ты спасаться хоть там кое-как ты будешь выживать там деревню тебе никуда не денется потому что тебе выбора не будет будешь там проживать кое-как а так там не получится там везде нужны какие-то деньги там опять же туда поехать там все а если зарабатывать то только наемно где-то работе там уже Игорь Вороваша или больше там практически не на кого кто тебе там заплатит деньги еще ну а да ну а мысль у тебя такая пойти в работники ИКГ была или ну не брала но тоже не постоянно я у него подрабатывал и осенью у него работал да ну там заработай там ну я столько у него заработал всего денег там за этот сезон когда работал у него там и плюс пастухом когда работал ну у меня да я считал у меня тысяч может 10-12 там я все это и зарабатывал ну эти деньги и так и купить себе допустим какой-то инструмент минимальный купить себе то 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 это деньги сразу выходит ну вот скажи Никит ты говоришь что да там не выгодно тяжело а с женой выгоднее а какая разница одному или с женой или просто с кем-то еще я просто привел как бы ну как принято ну принято типа что ты там с женой потому что да да как будто бы женой тебе там будет веселее ну хорошо ну вот да с женой я же объяснял до того что ее же кормить тоже надо женой да для того чтобы там еще и ртов может нарожать а вообще выгоды никакой не будет ну труд 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 ну опять же за один рот там часто государство выплачивает какую там деньги не выплачивает я не помню там 90 тысяч что ли там каждый месяц платят там какого-то возраста там капитал материнский отсос но его можно только на жилье потратить на еду ты его не потратишь а как на жилье ну жилье и еда это одно и то же ты же платишь только за еду то нет на строительство жилья вот родился ребенок ты можешь вторую мансарду на эти деньги подстраивать выше там жилплощадь нет оплативаться того если есть уже дом для жилья если у меня допустим есть там сейчас например на этот сезон пока там лагерный мне как бы моя целая комната где я могу жить отдельная комната а остальная комната там спят типа ребятишки там должны были спать там где-то можно даже обед принимать а потом заканчивается это все отдых ну нет ну нет ну ладно сейчас это мне непонятна мысль чем с женой выгоднее жить чем одному я же объясняю что можно конечно да можно типа и без жены но я же говорю для меня это просто как бы понимаешь ну не очень прям адекватно чтобы там жить нужно круглого чтобы у тебя там скотина жила чтобы у тебя росла там допустим телята на заколение да какие-нибудь может там овцы должен жить там постоянно то есть зимой и летом чтобы ты кормил их там ходил за ними смотрел чтобы они не сдохли там или не заболели то есть жить там круглого год но жить круглого год деревня такое ну кто-то может привык к этому там скучно там как бы соответственно немножко и ну живут а что значит а какие развлечения в городе тебя манят ну то что можно хотя бы быть на выходные можно на праздники выбраться в город там опять же общение с людьми какое-то и больше тут людей то есть вы считаете что это мой порог прям такой что я не могу там жить короче каким-то там общение в деревне между людьми что я не могу сидеть там в деревне да там да я такой ну во-первых мне там мне психологически там некомфортно будет находиться всю зиму на Сибирь она длится там чуть ли не полгода а потом еще там что ты туда не выйдешь никак просто трещишь в деревне и все если ты сам родился в теплолюбивой стране украина там нет таких сибирских и тебе морозы к морозам я уже можно сказать что привык я выклиматизировался к ним уже на год я уже нормально все воспринимал там минус 35-40 в течении недели то есть тебя испугало это зима в потерявке где нет общения с людьми да это или тоже это не причина какая истина это причина зима ну и вообще лишь мотивация какая там находиться есть там конечно да не выгодно а люди там живут ради чего что нравится им скотины наверное ухаживать или семьи любовь друг к другу как-то их удерживает вот ну поговорка есть где родился там пригодился короче короче меня как будто меня подвести такого мнения что короче я такой да я там ищу выгоды какой-то да на самом деле не но это твои слова что не выгодно то есть ты когда жил я имею ввиду не выгодно что у меня нет будет средств просто проживание я потрачу там буду тратить там на еду на еще что то на какие то вещи да у меня денег просто не будет оставаться что я буду в долг брать у кого-то или как ну буду где-то подрабатывать не ну а как же другие же не в долг живут как-то зарабатывать себе огородами скотины как-то получается как-то получается и причем у барабаша то он и сам сейчас помогает и даже на работу ну что он помогает у него опять же там кредиты какие-то там купил себе эту сушилку он столько рассказывает сколько у него с этим всем тоже всяких неврядистов там там не продаж там где-то обманут там где купят у тебя деньги не заплатят там гречку там два вагона купили у них до сих пор где-то суды ну однако он живет не унывает и трудится пусть трудится да ради бога пусть трудится не надо меня прям подгонять под этот образ жизни образ мышления у каждого свои какие-то способности я тебя не подгоняю я пытаюсь выяснить причины я-то знаю все это только знаю я же не еду туда жить я понимаю тебя ааа ну хорошо то мне как прям показалось прям не знаю что-то вы сами не знаете что хотите от меня узнать я рассказал как и есть и все ничего я оправдываться не буду и никому я то есть в этом плане не обязан то что как будто я тут приносил какой-то плот а я буду жить сам мы опять мы читали сегодня главу то что сошел Святой Дух мы поставим своим делами делами своими да а благодатью но дела это есть какие-то дела там будут а говоришь где-то меньше ты для Бога где-то больше где эта грань где больше где меньше каждый кто как может так и занимается своим делом кто-то вообще на благовестия никакого не ходит вообще никакого общения не имеет он там в огородах сидит да кто-то наоборот он там больше старается где-то там распространять какую-то информацию больше бесед проводить и перед Богом что ценнее да и то и то и ценно и Марфа и Мария обе были не было бы Марфы и голодные то есть ну мы и у нас и плоть требующая пропитания и душа требующая пищи не хлебом единым дух жив человек но и Словом Божьим а одно другого его не исключает просто я видишь я так вырос и я привык что если я живу я привык так определенно питаться да и я привык как-то покупать всякие-то вещи то есть ну нельзя сказать что я прям такой прям вот я такой тратоденежный но я такой образ жизни как бы ну я могу жить-то по-другому я доказал это живя там 4 года с Натем Тихоновичем практически живя в абсолютном то есть в отрезании от лишних ненужных вещей да могу да но у меня другое по-другому более такой комфортный образ жизни мне он приемлемый попробовать что меня кто-то в этом винить что я какой-то там люблю там мягкую задницу свою пристроить где-то покоя есть и все я могу и в этом в своей постаси тоже какую-то пользу принести ну а вот сейчас вот это вот ты слово мягкое произнес там что там у тебя за конфликт возник на этой почве чего они тебе эти мягкие не приглянулись или я попросил прощения не за скажем не задержание своих слов может за форму то что видишь так они показались ими такими ну может самом деле там грубовато какой-то форме я высказался смысл в том просто ну я предложил что просто помещить женщин слева а мужчины останутся справа мотивация почему потому что как бы женщины стоят справа ну это уже как бы уже типа эти как бы там не место они наклонены опять же я не наставил на этом я дал предложение видишь такой резонанс пошел они давай меня почему так ну не спрашивай почему я каждый раз объясняю а значит ты там короче такое там ну да значит ты там смотришь там ты такой ну то есть начались такие обвинения мне что я какой-то похотливый просто там парень который прям не может там на молитве сконцентрироваться и он рассматривает там баб стоит женщины простите в храм а я я привожу контраргумент говорю что наоборот если бы я об этом не говорил никогда там вообще в таких вещах и вечно было можно было бы мне уже заподозрить в чем-то а раз я эту мысль высказал может наоборот я ратовал за то чтобы ну в самом деле разместить просто в храме целомудренно там женщин слева мужчин справа все видеть я видать попал в такое место в ихнее ну я не хочу просто ничего там предполагать не ну там же стоят женщины слева мужчины справа что еще там только клир а клир его как бы ну я предлагал клир можно развернуть клир было поставить боком я просто предлагал я прям там не воевал просто привел аргумент они мне то у тебя основная причина ты просто возревновал о главенстве мужа да ну пусть так да вот это так самом деле ни больше ни меньше а то что я там где-то что-то рассматриваю мне обмочится да сейчас надо идти выгуливать да ну и параллельная причина у тебя все-таки вот ну это видать оказалось я опять же еще таким неподъемным для них каким-то шоком ну хотя мне кажется это больше просто там нагнали просто больше эмоций что там прям я со всеми отношения прям так разрушил это больше просто как-то было чуть ли не создано искусственно потому я общение продолжал с многими жителей Потеряевки вообще вполне адекватное и дружелюбное и помогал им там если надо в каких-то делах и они мне помогали и прямо говорить что я разрушил там прям все отношения там с Потеряевскими там и прям до конца дней там сестры на меня все обиделись этого нет а знаешь она обиженная как известно буду идет обижаться одно дело если было справедливо какое-то скорее там то можно было что я как-то оскорбил то есть ты вины в том что похотливо на женщин смотрел ты за собой не чувствуешь никак вообще нет конечно я в московской патриархии не один год находился и даже там хотя там условия для молитвы еще более препятственные я не находил себе удовольствия посещать храм никогда не пропускал субботу воскресенье сколько я помню как я его веровал я даже посчитать пропуски которые были у меня за эти там шесть лет в православии моем на пальцах можно пересчитать хорошо но в московской патриархии когда ты ходил у тебя такие мысли посещали что я же говорю находясь в московской патриархии я всегда ходил в храм и всегда выходил из храма с чувством огромного душевного то есть такого удовлетворения и облегчения поэтому я обязательно посещал храмы обязательно всегда да ну а там тебя не смущали женщины кланяющиеся на украине ну видишь я это рассказывал что когда я пришел в церковь православную из своей греховной жизни я был просто я этого даже ничего особо не знал я не разбирал этого не знал просто об этом что как это там надо быть мне было достаточно того что я просто нахожусь в храме и мне господь позволил там принести покаяться и просто стоять молиться в храме а таки разбирать там чьи-то недостатки как бы там или нарушения не было потом со временем я уже начал да я на Тихоновичу там целое письмо присылал мы зачитывали его как я в Борисполе там ходил по храмам по всем бориспольским и заводил беседы со священниками предлагал им материалы изучения библии предлагал им там церковный устав какой там должен быть потом как у меня история была там в одном храме в Борисполе я посещал одно время вот там одна я там раз и два был подряд я поговорил со священником ну так мы с ним даже подружились немножко в своем роде я смотрю заходит какая-то девушка постоянно в этот храм ну как девушка тихо фу давай поближе к теме такого возраста да непонятно то ли 30 то ли 40 лет и она прям ходит ну в такой вот юбке ну натурально вот такой вот юбчонке в Борисполе тебя это возмутило да и она прям покупает свечки подходит ставит делает такие поклоны нормальные такие перед всем честным людям я думаю ну все я поговорю с ней потому что ну куда-то годится встал возле прохода я жду пока она обычно выходила сразу на улицу смотрю она не выходит на улицу она кажется на клиресе поет а клирес на втором этаже она поднимается по ступенькам в своем одеянии там просто ну жесть что происходит там все видно мужики просто я короче следом за ней поднялся туда давай там разнос устроил надо бы это делать не надо может мне надо было тоже как батюшка сказал подойти сначала к священнику да там поговорить с ним вот там принести предложение ему чтобы выносить ну я видишь я тогда так поступил я просто следом за ней ринулся просто рассказал вообще на кого она похожа их там всем рассказал как они такого допускают и после этого поверь она уже в таком виде на храм никогда уже не придет хотя она там такая начала говорить молодой человек вы преувеличиваете но этого ничего она взяла себе на уст ну так больше нельзя ну а почему ты ту ситуацию с мини-юбкой это перенес в потеряйский храм у нас сестры благочестиво все одеты нет я это привожу к тому что сначала я на это внимание не обращал а потом когда уже со временем я уже отбился как положено как говорится у тебя эта картина как бы она тебя всплывала с этой девушкой в Борисполитов с мини-юбкой да нет опять начинается это все мини-юбки да нет у меня ничего этого у меня внимание какого-то сверх какого-то там развитого там возбуждения не ну ты сам же говорил Игнат Тихоновичу ну вы что говорит ну женщина наклоняется ну и ясно что нужно сзади тут как это посмотрел на женщину с вожделением уже пролюбодействовал с ней в сердце своим ты вслух в эти слова сказал высказал и покаяния в этом нет если нет покаяния то это не с вожделением нет у меня не было такого даже воображения такого честно не было чтоб я представил себя там с кем-то из женщин с каким-то вожделением просто нет просто стоят женщины наклоняются просто перед мужиками вот технически просто сам аспект вот что я имел ввиду просто что можно эту ситуацию изменить или развернуть клир с боком поставить или поставить просто их слева все Никит ни один из мужиков такой вопрос никогда за 27 лет потеряешь не поднимал я на то вопрос тоже ответил когда это был разговор может слушал запись которая была для счастья я сказал что раз за это 28 лет никто это ни разу вопрос не поднимал ну это не аргумент значит что никто не должен никто сказать но я это сказал впервые этого что теперь из-за этого что-то случилось сказал один раз кто-то должен быть первый может я бы никто не сказал прям какая-то такая ситуация невыносимая сложилась опять же я не наставил я сказал ну я туда ну нет так нет просто я сказал ну видишь все прям все как-то показалось не вынести этого Никит женщина делает поклон Богу а ты это преподносишь что она кланяется перед мужиками ну это же совершенно ни в какие ворота и поэтому они справедливо на тебя обиделись и у них есть мужья которые могут их там преревновать или ну хотя братья с тобой разговаривали очень мудрые благоговейные и как по сыновьи так и тебе с любовью и я не знаю что ты уперся в этих кланяющихся да я не уперся это они уперлись да нет ты уперся нет так нет да действительно так не стоите ну стали бы они там слева что бы изменилось что-то бы изменилось может изменилось может изменилось может не изменилось даму богу известно так вот то есть я могу понять если бы просто сказали нет я это воспринял бы правильно потому что как бы если бы они со мной согластились они как бы тем самым восприняли какой-то мой авторитет да ну а кто я такой ну чисто такой ход ну тогда нет мне так нет то есть нет я же не настаивал а когда начали эту тему раскручивать в сторону что я там похотливый какой-то это не в ту сторону совсем они пошли ну поэтому похотливый не может быть авторитетом в церкви ну я в этом понимаешь Сергей Павлович я уже и разговаривал об этом я уже отписывался там с аргументами со всякими писал что это все на самом деле жените лучше жените вон Вася понимает жените лучше ты смотрел ролик когда я его тут на чистую воду уводил когда он крючком ходил а потом исповедовал этот грех то и все он выпрямился и все блудный грех то человек 70 лет он до сих пор чем попало занимается я ничем этим не занимаюсь в этом плане свободен из этого и все ну дай бог ну чтобы за мыслями контроль нужно тоже держать потому что господь предупреждал кто посмотрит уже прелюбодействовал уже даже в мыслях себе даже за мысли себе можно корить нужно и я смотрел на женщин с вожделением у меня даже стихотворение о духовном рождении есть там строчки такие любил на женщину красивую смотреть может помнишь такое любил я с удочкой когда-то посидеть на берегу тихой глади в озеро то есть или рыбалку любит любил на женщину красивую смотреть все то прошло как будто заморозило то есть льдом покрылась и все это нет потому что духовное рождение то есть это дьявол склоняет на это на прошлую греховную жизнь в комфорте там с женщинами вкуснее поесть мне вот Василия в этом положении нравится ему не надо никакой вкусной пищи он смирился а я тоже меня мама всю жизнь кормила вкусненьким тоже не могу от этого взять отказаться так просто это тоже немощные все мы недостатки Василий у меня герой в этом плане ему орошки свиные он будет их уплетать как будто шашлык ему дела никакого нет ну что братья давайте помолимся надо собака тихо гулять благодарим тебя Господи за нашу беседу слава тебе Господи благослови брата Василия Никиту дай умные мысли прости нас Господи если в чем согрешили мы в этом разговоре словом помышлением прости нас ты един благо человека любец хвала тебе честь и поклонение отец сын и святой дух аминь аминь спаси Христос отец